Многие знают, что рабочий поселок, а затем и город Видное, появились благодаря строительству московского коксогазового завода. А что на этих землях было до этого? С этим вопросом мы решили обратиться к краеведам, историко-культурного центра. В X веке здесь жили угрыфинские племена. В XI веке поселились племена Бятичи. И доказательством этого является наличие курганов. В нашем Ленинском районе насчитывается около ста курганов. В результате проведенных раскопок археологами были найдены уникальные памятники культуры, украшения и древние захоронения, датируемые тем временем. Позже на этих землях располагались усадьбы знати. Среди которых следует назвать сподвижников Петра I, Федора Ромодановского, его сына Ивана, графов Апраксиных, князя Александра Меньшикова. Владели землями здесь двоюродные дядя отца Александра Сергеевича Пушкина, князь Дмитрий Трубецкой, купцы первой гильдии Дмитрий Расторгуев и Иван Гаврилов. Кстати, на месте бывшей усадьбы последнего в конце 30-х годов и возник временный поселок МКГЗ. А в 1949 году был создан генеральный план по строительству постоянного рабочего поселка. Автором, архитектором является Борис Ефимович. При рассмотрении проекта принимал участие известный архитектор, академик Щусев, который является автором мавзолея, Казанского вокзала, гостиницы «Москва». План был вскоре одобрен и стартовало строительство. Мы поинтересовались у жителей, знают ли они, где появились первые дома видного. Садовая и лемешка. А самая первая, знаете, какая появилась в Лемешке? Слушайте, я не знаю. Ой, нет, мы недавно переехали сюда, только неделя назад. Предполагаю, что лемешка или садовая? Лемешка или садовая. А ваш город? Я знаю, что вот это самый старый район Видного. А какая улица, точно не знаю. Краеведы уверяют, первые дома будущего города Видное появились на зеленом переулке, на месте бывших полей. Они больше напоминали дачные домики, чем основательные привычные кирпичные постройки. Здесь и сейчас сохранился совсем не городской колорит. Затем началось строительство на Садовой улице, Медицинской, Школьной, Заводской, Северной и Крайней. Впоследствии последние две переименовали в улицы Лемешка и Гаевского соответственно. Но это уже совсем другая история. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Видно. 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 Видно.